Обсудить, как общественность может проконтролировать подготовку и проведение досрочных выборов в Совет депутатов городского поселения Щелково, которые назначены на 26 апреля. За круглым столом члены и консультанты районной и общественной палаты, представители территориальной и московской областной избирательных комиссий, районной администрации, руководители местных отделений политических партий. Поводом собрать столь масштабный форум стали результаты совсем недавней, прошлой избирательной кампании 14 сентября. А дело вот в чем. Выборы, если помните, проводились в районный совет депутатов и в нескольких поселениях, в том числе в совет городского поселения Щелково. И эти последние еще долго не дадут забыть о себе как щелковским кандидатам, так и руководству областной избирательной комиссии. Во время избирательной кампании ни результаты горячей линии общественной палаты, ни многочисленные рейды и проверки нарушений не выявили, а потом организаторы процесса, как говорится, посчитали, прослезились. По городскому поселению Щелково, то эти выборы, организующие комиссии, то есть выборы, была муниципальной избирательной комиссией под руководством председателя комиссии Леонтьева. Я могу сказать, что за этот период у нас практически жалоб не было на нарушение избирательного процесса. Жалобы стали иметь место после того, как день голосования завершился, и после этого посыпались жалобы, конкретно по городскому поселению Щелково. 14 сентября с 14 на 15 уже были готовы результаты по всем участкам, но господин Леонтьев счел возможным ждать, ожидать, какие будут жалобы поступать на нарушения, которые якобы имели место в день голосования. Они дождались жалобы, якобы они поступили, и на основании вот этих вот жалоб был сделан вывод о том, что допущенное нарушение не позволяет выявить действительную волю избирателей, и в результате этого по этим двум округам были предрешение о признании выборов недействительными. В ситуацию пришлось вмешаться избирательной комиссии Московской области, и выяснилось, что ряд лиц, якобы подавших эти жалобы в суд, ничего не писали. В их числе Людмила Горюнова на выборах 14 сентября кандидат от КПРФ, а подставила ее, как выяснилось, ее же собственная партия. Проводилась кампания КПРФ и непосредственно Натальи Николаевны с одной только целью, только с целью для того, чтобы эти выборы были признаны недействительными. Выборы были на всех участках предельно абсолютно прозрачные и абсолютно честные. Я когда узнала, что от моего имени поданы документы в суд, вот Александр Борисович меня видел, сказать, что я была в шоке, это просто вообще ничего не сказалось. Я помню, что вы были расстроены, рыдали, и вам было неприятно, если так попроще сказать. Вот такие честные выборы. И таких случаев было зафиксировано несколько. По словам Натальи Земсковой, ни одно судебное решение не было вынесено в пользу тех, кто пытался признать выборы недействительными. Бороться за исправление внутри политической ситуации и заняться примирением сторон взялась общественная палата. Здесь есть представители всех политических партий, но они работают вне политики. Потому и собрала палата всех местных политиков за круглым столом. Первый шаг к примирению сделала представитель Компартии Елена Мокринская. Я, естественно, как представитель партии, которая здесь многократно сейчас звучит, да, хочу сказать, что мы будем вести себя честно. Все, что касается коммунистов выдвинутых, значит, борьба будет именно за избирателей. По итогам обсуждения и озвученных фактов, общественная палата предложила собравшимся подписать документ – соглашение за честные выборы. Главные позиции которого – способствовать проведению честных и открытых выборов, отказаться от использования недостойных и незаконных методов агитации и манипулирования сознанием избирателей, разрешать возникающие споры только с помощью правовых инструментов, а интересы жителей поселения – ставить выше политических, групповых и личных. Возражений не возникло. Соглашение подписали представители всех политических партий, заявившихся на участие в выборах в Горсовет 26 апреля. Достаточно политизации, давайте дело делать. Тем более, что на консолидацию должна повлиять и политическая обстановка в стране и на международной арене. Щелковский район, он не остался в стране. То есть происходит сегодня, мы увидели, просто консолидация различных политических сил. Люди хотят быть выбраны, избраны депутатами для того, чтобы нормально управлять своим районом во благо избирателей. Чтобы прошли те, которые работают на населении, которым население доверяет. И мы, как общественная палата, предложили вот этот текст этого соглашения именно для того, чтобы они зафиксировали, что мы с населением, да, мы с общественностью. Ирина Микеда, Игорь Поляков, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».